всем привет мы тут лежим намываемся пузякин наш рыжий а мы сейчас хотим его взвесить и узнать сколько у нас наел за зиму он еще ничего не подозревает надо же кто покажи даже не понял фигасе выберет меня транспортирует сначала с котом кирилл взвесится потом без кота и мы вычислим сколько килограммов наш котик весит так скотом 63 и 2 так давай теперь без кота скажи к скоту мне больше нравится вес до теперь кирилл без кота мы вычислим вес кота все пять и восемь пять и восемь кирилл 53 2 фоксом теперь надо вычислить давай калькулятор включай будем вычислять я будем вычислять что точностью все было до миллиметра до копеечки морда рыжая морда рыжая морда рыжая 63 и 2 минус 55 и сколько восемь было ты был все пять восемьсот же 7 4 мне кажется это уже перебор чтобы около 7 а сейчас ты около 8 7 килограмм 400 граммов весит наш маленький котик даже дети столько не весят когда рождаются 7 килограмм 400 грамм да конечно среднем коты три с половиной килограмма весят если на то пошло примерно просто крепишь такой это мышцы ну каких показывают видео например как лапки не могут облизаться падают ну конечно нет ну вот что-то в он тут есть забор покрасить забор покрасить здрасьте здрасьте в общем вот штука у нас висит наш куча кажется надо ему ошейник делать и гулять выгуливать на поводке не но эти же одевают как сбруйка такая не ошейник а также как у шлейка кстати можно померить он как чоник маленький был у нас есть лейте на чоника маленького мы покупали не даст он ему как раз будет а я вынесла этот пакет кирилл попробовать одевать попробовать одеть не настроение то не надо всегда не в настроении дамы вещи мы никогда не одевали давай я вот так вот поделать и одевай на лапки поделай 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 а я все а я а я ночью а я ничего не дамы как раз только липучку что побольше надо чуть-чуть большого то все дамы можно гулять Ну, не по грязи точно с ним ходить в шлейке. Можно к шлейке, конечно, можно и приучить. Но я думаю, он из нее вылезет. Ему нужно специально... Развешите его. Ну, мам, ну развешите вы его. Видите, ему плохо. Воська. Ну, развешите. Может, мы как лучше хотим, чтобы на улице с ним погулять на поводке? Скажи, что вы тут надеваетесь на дам? За шейник он вылезет. Он давиться будет и вылезет. Поэтому одевают вот такие вот, чтобы они более из них не вылезли. Че-то он как-то... Воська, тебе не нравится, да? Только не в тырку! Позняк, да? Нет. Он не влезает. Ладно, давайте с ним не будем мучить его. Снимаем его. Сама сказала, ладно. Ну, мы просто померили, посмотрели. Да, я сказала, попросила. Вот и все. Хостя, ты теперь все нормально. Полноценный кот, ты не собака. В дырку, все в дырку. Будку, в будку. У него будка своя есть. Он нападет. Скажи, от вас подальше лучше в дырочку свою. Да, я скажу, тоннель убегу от вас и спрячусь. Чтоб больше надо мной так не издевались. Но зато посмотрели, что с флейкой нам не получится сходить погулять с котом. Потому что он просто будет лежать. И все. И тащить его придется в волоку. Тогда в колясочку садить. И катать его. Летом. Ну. Летом нормально. Ну, хотя, может быть, на улице он и это. Немножко забудет про нее. Ему просто, может быть, привыкнуть, что надо будет к шлейке. Конечно, тут что-то одели непонятное на него. Он не понимает вообще, что это. Но он же идти может. Ну, но бегать может. Просто у них почему-то такая реакция у всех. Что у собак, когда их показывают, потому что оденут одежду какую-нибудь. Они типа раз, сразу падают. И я все. И я не живой. Я в этом ходить не буду. Так и Фоксу на шлейку одели. И я не живой. Лежать его не бьют. Да, Фоська? Мам. Ау. Что это такое? Ну, все, скажи. Фоська, все. Померили. Успокойтесь теперь, да? Кожаные. И больше меня не трогайте. Скажи, мне без шлейки тоже неплохо живется. Так что всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.